Вермишель быстрого приготовления и мешок одежды на четверых. Это все, с чем приехала в Брянск украинская семья и Шахтерска. Крышу над головой и еду беженцам предоставила брянская семья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решение бежать семье далось нелегко, но оставаться было еще сложнее. Цена за буханку переросла за 100 российских рублей, а все производство, включая шахты, остановилось. Зато ни на секунду не смолкали пугающие звуки войны. Окружение все ближе подходило к Шахтерску, а осколки все чаще попадали в дома мирных жителей. Очень долго не хотела ехать. Мы второго числа всем своим семейством сидели на улице в беседке. И я плакала, я не хотела ехать. Я знала, что мы никому не нужны. И это понятно. Шахты закрылись, все в бесплатных отпусках. Работы нет, выплат социальных нет никаких, магазины закрыты. Приняли решение 3 августа в полшестого утра, когда нас разбудил очень громкий взрыв. Ну, буквально метров 10 от нас. Это аж взрывная волна была. Мы ее ощущали. И мы уехали. Дорога в Россию стала настоящим испытанием. С собой семья взяла только один мешок с одеждой и упаковку лапши быстрого приготовления. И это все на четверых человек. Скромный паек в дороге отдали Анне, девушка на последних сроках беременности. Сложнее всего, признались уроженцы Шахтерска, пересекать границу. Ее пришлось переходить пешком, стараясь избежать разговоры с нацгвардией. Направляют автомат в окно, прям в лицо. И все, выходите из машины. Забирают документы, отводят там, скажем так, я не знаю, в подвал или в помещение какое-то. И уже там проводят разговоры. Мы ехали. Много было простого. Была частая проверка документов. А так как мне уже есть 18 лет, нас гвардия, они вот всех 18 смотрят на лицо. Даже если нет документов, просто под руки и забрали. Нас спасло то, что был зеленый коридор. От голода в дороге семью спасали попутчики. А когда беженцы приехали в Брянск, помощь пришлось просить у чужих людей. Для нас звонок, для меня лично был шоком. Потому что у меня семья сейчас в данное время была 10 человек. Дочь с Питера, дочь с Москвы, с детьми. Но мы жили на даче. И когда позвонили, я собрала семью, дети мои, две дочери. В общем, за то, что мы приняли и не отказали. Потому что мы можем тоже в любое время, могли бы так оказаться в такой же беде. Семья Пахомовых на семейном совете единогласно решила помогать беженцам. Наталью вместе с сыном и молодую пару поселили в свою квартиру, которая в летние месяцы пустует, пока семья живет на даче. Но загородный сезон уже заканчивается, поэтому Роза вместе с мужем нашли для приемной семьи квартиру. Пока что тут пустые стены и минимум мебели. Ведь с собой украинцы практически ничего не привезли. А что нам нужно? Нужно от ложки до зимней одежды. У нас ничего нет. Все как наживали годами, все бросили и приехали сюда. Сейчас похолодает осень, нету ничего. Ребенка надо с 1 сентября в школу. У него ни одежды, ни портфеля, ни самые определенные тетрадки. Наталья и Павел уже устроились на работу. Пришлось цепляться за любую возможность. Не испугала работа автомойщицы и грузчика. К тому же семья ждет пополнения и, естественно, нуждается в деньгах. Анна уже была в Брянской больнице. Малыш должен появиться на свет в конце сентября. Обратились мы в областную больницу, чтобы нам помогли с родами. Нас приняли тоже замечательно. Сразу сделали анализ ТГК. Сказали, что у нас все нормально. И сказали, что украинцы уже тут рожали в областной больнице. Не переживайте, все будет нормально. Семья из Шахтерска нуждается в любой помощи. Не хватает мебели, постельных принадлежностей и, самое главное, одежды. Люди, беженцы, они бегут не от счастья и не от радости. У них вот они рассказали скромно, что у них там тяжело и все. А когда они мне приехали, рассказывали, что их там бомбят и летели пули во все стороны, они только сидели в подвале. Пожалуйста, люди неравнодушные, отзовитесь. Кто может, помогите им. Кто чем, кто чем. Кто может быть продуктами. Потому что они только начали работать. У них нет еще ни зарплаты, ничего. Мы что можем, помогли. Но не до такой степени, как бы хотелось. Помочь семье может каждый. Связаться с беженцами можно по телефону, который вы видите на экране.